Что ж, тогда давайте будем начинать. И, в общем-то, начинать мы будем с коротких воспоминаний, довольно-таки. Мы, наконец-то, перешли непосредственно к завязке войны, не к её началу, а к тому, что послужило началом, или что послужило предлогом, потому что причину войны Фукидит называет довольно открыто и ясно от собственного имени. Мы также начали в прошлый раз обсуждать характер афинян, который со временем будет открываться нам всё сильнее и сильнее, и характер аспартанцев, считая, что для простоты и удобства будет лучше, если мы будем говорить не об афинянах аспартанцах, а об олигархии и демократии. И, наконец-то, мы в прениях в Афинах видим одну из черт характера демократов. А именно, если вы позволите ещё раз прочесть 44. Выслушав обе стороны, афиняне дважды созывали народное собрание. В первом собрании речка Инфян была принята так же благосклонно, как речь Киркираяна. Во втором собрании афиняне переменили мнение и решили не заключать с Киркираянами такого союза, в силу которого у них были бы общие враги и друзья. Пропустите скобки. Но вступить с ними в оборонительный союз на условии оказывают взаимную помощь в случае нападения кого-либо на Киркиру или на Афины, или на их союзника. Этого достаточно. Итак, афиняне не обсуждают выступления Каринфян и Киркираян. Никакого обсуждения нет. Есть только два последовательных решения. Или, будет лучше сказать, два противоречивых решения, следующих одно за другим. На один день афиняне склоняются к одному, на другой день к другому. Мы предполагаем, зная сам конфликт Киркира и Каринфа, что первое решение афинян более честное, более справедливое или более открытое. А второе более продуманное. Да, да, да. Но эти эмоции, заметьте, очень правильные эмоции. Очень справедливые или честные эмоции. Это напоминает нам об одной максиме одного недавно умершего человека, но говорить о ней сейчас нет большого смысла. В итоге афиняне принимают решение войти в союз с Киркирянами, но не в полноценный союз, а только в оборонительный союз. Предполагая, что это позволит афинянам с одной стороны помочь Киркире, а с другой стороны не доводить до войны. Афиняне, зная, что афиняне находятся в оборонительном союзе с Киркирянами, думают они, Каринфяне не посмеют напасть. Не посмеют напасть на Эпидаму? Они уже в Эпидамне. Не посмеют напасть на Киркиру. Помните, ведь именно этого и боятся киркиряне. Большой войны с Каринфом, которую они проекрают. Афиняне должны гарантировать, что эта война никогда не случится. Чем? Естественно, самым сильным мотиватором на свете. Страхом. Каринфяне будут бояться начать войну с Киркирянами, потому что это будет автоматически означать начало войны с Афинами. Войны, которую они в одиночку, конечно же, выиграть не могут. Война с Плопонессами, по мнению афинян, была неизбежна во всяком случае. И потому они не желали уступать Киркиру, владавшую столь значительным флотом. Заметьте, Фокедит уверяет нас, что афиняне, как и киркиряне, уверены, что войны нельзя избежать. Кажется, единственные люди, которым уверены, что войны избежать можно, это те самые люди, которые войну начнут. То есть спартанцы. Все остальные почему-то уверены в том, что война неизбежна. Афинянам приказано помочь киркирянам, но при одном условии. 45-3. Стратегам приказано было не вступать с киркирянами в битву, если те не отправятся со своим флотом против киркир, с целью высадиться на ней, или в какой-нибудь другой местности, принадлежащей киркирянам. Тогда стратегии обязаны по мере возможности этому препятствовать. Такое приказание отдано было для того, чтобы не нарушать договор с лакидемонянами. Да, то есть мы не выступаем против киркирян, мы защищаем киркирян. И единственный способ доказать, что мы это делаем, а не нападаем на ваших союзников, это вступить в сражение только тогда, когда киркиряне начнут агрессию. Не тогда, когда киркиряне и киркиряне будут воевать из-за действий киркирян, то есть из-за попытки киркирян вернуть себе эпидамон. А только тогда, когда киркиряне попытаются высадиться на территорию киркиры. Но, естественно, происходит совершенно не это. В одном из боев между киркирянами и киркирянами, в следующем бою, между киркирянами и киркирянами, в морском бою, киркиряне побеждают и гонят киркирян. Киркиряне не собираются никуда высаживаться. Это не акт агрессии против киркиры, но находящиеся недалеко афинские стратеги, видя полное поражение киркирян, принимают решение вступить в бой. Это ведет к катастрофическим последствиям. Давайте мы пока коротко скажем о той форме, в которой этот бой проходил. Потому что это знак прогресса. 49. По данному с обеих сторон сигналу, флоты сошлись и началось сражение. На палубах кораблей обоих противников было много гаплитов, много стрелков из лука и кабинетателей. Вообще, сражающиеся вооруженные были еще далеко не совершенны, по древнему способу. Да, сражение идет по древнему способу. Греки еще не научились толком воевать на море. Это значит, что скоро они научатся. И это часть технического прогресса. Не буквально технического, а прогресса в технике ведения самой войны. Семя. Ввиду стесненного положения киркериан, афиняне стали более решительно помогать им. Правда, вначале они воздерживались от какого-либо нападения. Но после того, как поражение киркериан было полное, и каинфяне настойчиво преследовали их, каждый начал принимать участие в деле. И различия больше уже не делалось никакого. Наоборот, положение стало до того затруднительным, что каинфяне и афиняне бросились в рукопаш. Есть и еще одна характеристика этой войны, которую емко и одним словом можно назвать эскалация. Эскалация предполагает несколько вещей. Две из них решающие – это ожесточение конфликта и приступ энтузиазма, предшествующий этому ожесточению. То есть люди не просто начинают с жестокостью воевать друг против друга, а они начинают это делать с улыбками на лицах. Можно сказать, что в этом случае мотиватор страха уже не такой химии? В смысле? Если во время эскалации происходит некий энтузиазм, то мотиватор страха уже не играет, все уже нападают. Вы хотите сказать, что страх подавляет энтузиазм, да, это надежда. Мы увидим, как это связано, и в большинстве случаев приступов энтузиазма, на которые будет указывать фокедит, действительно эти приступы энтузиазма, естественно, будут связаны с надеждой, а не со страхом. Но эскалация в целом будет связана и со страхом, потому что эскалация – это не только приступ энтузиазма, но и ожесточение. А оно, как вы понимаете, вполне может быть связано со страхом. То есть, чем сильнее вы боитесь своего противника, тем больше вы хотите его уничтожить. То есть, вы не готовы его простить, вы не готовы его отпустить, вы готовы, наоборот, нарушить конвенцию, в смысле, например, совершить то, что считалось невозможным до этого, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, оба мотива в эскалации будут присутствовать. Но эскалация – это совершенно отдельный феномен, который, кажется, не был свойственен древним, и который становится все более и более проявляющимся по мере того, как война идет. То есть, приступы энтузиазма и приступы жестокости становятся все более и более частыми, и все более и более глубокими по мере движения войны, а не наоборот. То есть, мы ждали бы, что приступ энтузиазма был бы в начале, и война бы со временем уменьшала этот градус энтузиазма вообще не так. В начале будет приступ энтузиазма, но самый страшный приступ энтузиазма, как и самый страшный приступ жестокости, будет в конце. Ну, или вернее, перед самым концом. Самый страшный приступ жестокости, как вы знаете, наступит в милоском диалоге, А самый страшный приступ энтузиазма наступит при решении двигаться на Сицилию. Да. Прав проиграть? Ну вот приступ энтузиазма в конце, перед концом войны. Нет, приступ энтузиазма перед концом войны – это приступ энтузиазма перед походом на Сицилию. Надежда захватить мир. Вопрос. Да. А правильно ли я понимаю, что чем больше боятся вторую сторону, тем скорее нарушат конвенцию? То есть те же афиняне, получается, боялись лакидемонян, считали, что война неизбежна, поэтому... Нет, нет, сложно ответить на этот вопрос в ходу. Потому что, конечно, страх за свою жизнь будет связан с приступами агрессии. Тот же диалог на Мелоси четко показывает, что афиняне делают то, что они делают, а делают они невероятную жестокость над греками, да, не над варварами. Над свободными причем греками. Не потому, что они наслаждаются процессом, а потому, что за этим стоит экзистенциальный страх. То есть если мы этого не сделаем, есть шанс, что мы потеряем империю. То есть мы будем уничтожены, мы погибнем. И таким образом они эту жестокость оправдывают. Но в целом в ходе войны эскалация будет происходить часто независимо от приступов страха или надежды конкретных. То есть сама война имеет внутреннюю логику эскалации. Чем дольше она идет, тем больше, если хотите, дегуманизируется противник. Выражаясь современным языком, конечно, греки ничего подобного не знали и таких выводов делать не могли. И эта эскалация, конечно, будет проявляться и в той степени жестокости, которая обе стороны демонстрирует по отношению к окружающим, к своим врагам и к союзникам своих врагов. Афиняне вступают в бой с коринфянами и Фукидид делает важнейшее замечание, еще одно важнейшее замечание о прогрессии 53. Действительно, по количеству принимавших участие в битве кораблей, это самое большое морское сражение Эллина против Эллина. Какое до того времени было. Да, это только начало войны и это самое большое сражение в истории. Война еще даже толком не началась, спартанцы не вступили в нее, но это самое большое морское сражение в истории. Афиняне побеждают, естественно, потому что они куда более опытные и куда более серьезно настроенные, чем керкеряне. Коринфяне. И керкеряне, и коринфяне. Но это означает только одно. Первое. Афиняне нарушили договор с керкерянами. Оборонительный союз подразумевал, что афиняне не могут вмешиваться в сражение до тех пор, пока у них не будет четкого видения того, что коринфяне высаживаются на Керкеру. Ничего подобного не было. И, с другой стороны, несмотря на нарушение этого договора, это ведь не нарушение против договора. Обычно, если две стороны, если одна из двух сторон нарушает договор, то это нарушение договора против второй стороны. Но это не нарушение договора против одной стороны. Это нарушение договора в пользу второй стороны. Что ставит вопрос, является ли это нарушением договора? Фактически, да, но формально, да, фактически. Да, то есть вы хотите сказать по букве, да, по духу нет. Нарушение договора против керкериан как бы не имеет ничего общего с вредом керкерианам. Наоборот. Но, несмотря на то, что афиняне нарушили договор против керкериан, они также, кажется, нарушили договор со спартанцами, потому что получается, что они напали на союзника Спарты, на Каринф. И это может означать только одно, что нападением на Каринф афиняне развязывают войну. Другое дело, признают ли спартанцы это развязыванием войны? И нет ли тут юридического прецедента, который не позволяет четко определить, являются ли афиняне виновными или нет в том, что произошло? В конце концов, они не объявляли войну каринфянам. Это было всего лишь одно сражение. Причем сражение, которое началось не потому, что так решило народное собрание, а потому, что местные стратеги, присутствующие на местах, испытав приступ энтузиазма, совершили то, чего они совершать не должны были. То есть, технически афины, как держава, договор не нарушили. Но тут возникает вопрос в том, что договор между афинами и керкерами, он же предполагал конкретные условия вмешательства афин. Да, то есть, мы могли бы сказать, что это вмешательство вне условий договора, но керкеряне не сказали бы, что это нарушение договора. Да, керкеряне бы это не сказали, но керкеряне могли бы сказать, что афиняне вмешательство по собственной воле, сами нарушили один договор. Да, 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 но проблема-то в том, что афинские стратегии – это не афинский народ. Давайте попробуем привести пример. Если вдруг у отдельного солдата-пограничника что-то происходит в голове, и он начинает стрелять на ту сторону границы и даже убивает кого-то. Является ли это формальным объявлением войны? Нет. Не значит ли это, что скорее вместо того, чтобы начинать войну, вторая сторона должна потребовать мирного суда над этим явно совершившим ошибку, давайте скажем. Мы не называем ее мотивов, они могут быть любые, совершившим ошибку или совершившим преступление человека. А могли ли коринфяне потребовать суда над афинскими стратегиями? Конечно. Но коринфяне, как и все, знают, что война неизбежна. И потому они собираются вместо того, чтобы потребовать суда, потребовать начать войну. Разве вы до этого не говорили, что коринфянецы и спарты считают, что войну можно избежать? Спартанцы считают так. 52-3. Больше всего помышляли они о том, как бы возвратиться домой. Они боялись, что афиняне после произошедшей стычки сочли договор нарушенным и не дозволят им отбыть обратно. И до этого коринфяне решили послать к афинянам несколько человек в лодке, без жезла глашатора, и испытать их настроение. Через постов они говорили следующее. Нас интересует только первое слово. Несправедливо поступаете вы, афиняне, начиная войну и нарушая договор. Да, этого более чем достаточно. Коринфяне пытаются понять, это было начало войны или это была случайность. И естественно, они узнают, что это была случайность. 55-2. Таким-то образом Киркера вышла счастливо из войны с коринфянами, и афинские корабли возвратились оттуда. Следовательно, первым поводом к войне между коринфянами и афинянами служило то, что афиняне, состоящие в договоре с коринфянами, согласились, сражались против них на море вместе с киркерянами. Коринфяне возвращаются обратно, они перестают вести активные боевые действия, но, вы видите, формально они начинают войну или хотят начать войну. Непосредственно вслед за этим, следующее обстоятельство также послужило поводом краской между афинянами и пелопонессами, приведшей к войне. Так как коринфяне стремились отомстить афинянам, то последние, оподозревая вождебные замыслы с их стороны, потребовали от живущих на перешейке полены, патидеян, своих союзников, обложенных данью, но у коринфских колонистов, срыть стены со стороны полены, выдать заложников, отослать эпидемиургов, которых ежегодно прислали коринфяне, и впредь не принимать новых. Афиняне опасались, что подстыкаемые Пердиккою и коринфянами патидеяне не отложились от них и не увлекли за собой прочих афинских союзников на фракийском побережье. Афины – это империя. Империя всегда состоит из главы и подчиненных. В данном случае афинский морской стаил состоит из афин и их союзников. Проблема империи заключается в том, что она не может существовать без этих подчиненных. Существование афинской империи целиком зависит от существования ее союзников, от лояльности ее союзников. И потому афиняне воспринимают грядущую войну с коринфянами как экзистенциальную угрозу, потому что коринфяне не просто могут воевать с ними на море, это второстепенно, а они могут отложить часть союзников, потому что они с ними одной крови. Принцип крови не действует для афинян, но он все еще действует для их союзников. Если афина – империя, Спарта – не империя? Спарта – тоже империя. Но для Спарта союзники – это союзники или это подчиненные? Конечно, это подчиненные, потому что они делают то, что велят им спартанцы. Да, формально в обоих случаях, но в случае Спарта особенно, это обставлено как демократическое голосование, но всем понятно, кто здесь глава, кто начальник. Просто возникает вопрос тогда, коринф для Спарта подчиненный или союзник? Коринф для Спарты и союзник, и одновременно подчиненный. Другое дело, что Спарта – это особенная империя, не совсем такая, как Афина. Мы увидим это не только в разнице между олигархией и демократией, но и кое в чем еще. 57. Боятся не только Афины. Из страха перед ними Пердико через постов своих отправил в Лакедемон, хлопотал о том, чтобы вовлечь Афинин в войну с Калапанессами, а коринфян старался склониться в свою сторону, чтобы заставить Патидею отложиться от Афины. Да, Пердико – это царь Македонии, очень интересный персонаж по ходу всей пьесы. Он не является союзником ни тех, ни других, он является союзником себя самого и все время пытается играть на разладе между афинянами и портанцами. Проблема, правда, еще в том, что Пердико, как единоличный правитель, также очень сильно подвластен собственным преференциям. Поэтому он не раз будет бросать спартанцев, потому что присванный спартанцами военачальник не будет ему нравиться, а не потому что союз с спартанцами будет невыгодным. В любом случае, страх испытывают не только афиняне, но и Пердико. И он подталкивает Лакедемонян и коринфян начать войну с афинянами. 58. Со своей стороны, Патидеяне отправили посольство к афинянам с поручением попробовать убедить их не изменять ни в чем положение Патидея. В то же время Патидеяне вместе с коринфянами явились в Лакедемонах лопотать о том, чтобы был заготовлен для них на случай нужды вспомогательный отряд. Так как это афинян, несмотря на продолжительные старания, Патидеяне не добились никакого благоприятного ответа, а, напротив, афинские корабли шли теперь против Македонии, равно как и против них, так как высшие должностные лица в Лакедемоне обещали им вторгнуться в Аттику, если афиняне пойдут в Патидею. Да, но смотрите, спартанцы могут сделать только одно. У спарты нет флота, поэтому они могут сделать только одно – вторгнуться в Аттику, то есть на землю афинян. Они не могут осадить город, потому что город окружен стенами и нет осадных орудий. Они не могут попытаться взять афины в долгую осаду, то есть не осадить в прошлом раз, а взять штурмом. Они не могут осадить город, потому что город соединен двинными стенами с портом, с пероем. А это значит, что сколько бы спартанцы не стояли под стенами Афин, у афинян не будет ни голода, ни каких-либо других проблем от этого, потому что до тех пор, пока они господствуют на море, Пирей будет снабжать их всем необходимым. У них есть Каинский флот. Теперь, как вы видите, афиняне и керкеряне заодно, а значит, Каинский флот в два раза меньше, чем соединенный флот Афин и керкеры. Кроме того, помните, что афиняне опытнее, чем коринфяне, что в военном деле, конечно, имеет огромное значение. То есть спартанцы не могут сделать ничего, кроме как вторгнуться на землю афинян и сжечь их поля. Это все, на что они способны. К большому их сожалению, их большая сухопутная армия, их сильная сухопутная армия ничего не может сделать против флота афинян. И в этом смысле афиняне находятся всегда в более выгодном положении. Но даже вторжение в Атику представляет из себя некий урон. И спартанцы обещают, что они помогут. Только теперь, ввиду таких благоприятных обстоятельств, ботидеяне заключили одновременно клятвенный союз с холокидианами и ботидеями. И отложились в Афин. В то же время Пердико убедил холокидиан покинуть приморские города и, разрушив их, переселиться в Алинов и укрепить только один этот город. Покинувшим свои города холокидианам Пердико предоставил нам все время войны с афинянами для жительства участок собственной земли в Мегдонии, в окрестностях озера Болба. Дальше Фукидид возвращается к истории, возвращается к прошлому. И тем самым извращает хронологию, которая до этого была строена. Нас эти описания не волнуют, они второстепенные, но нас волнует некий их результат. 66. Афиняне и Пелопонессы приводили друг против друга еще следующее обвинение. Коринфяне жаловались на афинян за то, что протидея, их колонии и находящиеся вне Коринфяне и Пелопонессы осуждены афинянами. Афиняне укоряли Пелопонесса в том, что они привели к отпадению город, союзные с ними и обложенные данью. Пришли на помощь к патидеянам и открыто сражались вместе с ними. Однако война еще не вспыхнула. Однако война еще не вспыхнула. Обе стороны нарушают договор. Обе стороны уже ведут так или иначе военные действия. Но войны как таковой, то есть официального объявления войны, нет. 67. 3. О, 2. Из страха перед афинянами эгиняне открыто не отправляли посольство Лакедимон. Но тайко вместе с коринфянами ревностно стали возбуждать Пелопонесса в войне, указывая на то, что вопреки договору они не пользуются автономией. Да, вы видите, союзники афинян уже боятся афинян. И страх это отличный мотиватор к тому, чтобы подстегнуть врагов афинян, освободить союзников. Получается, из-за конфликта с Патидеей союзники афинян начинают от нее откалываться. От Афинян, да. Пытаться, да, то есть появляются мятежные настроения. Как вы понимаете, они появились немного раньше, потому что сама Патидея тоже хотела немножко отойти. Созывается совет союзников Лакедимонян во главе с ними. И многие выступают в ту или иную сторону. Помните, да, союз Лакедимонян куда более демократичен внешне, чем союз афинян. Многие выступают в ту или иную сторону. И, конечно, самые главные выступающие это коринфяне, которые, как мы уже прекрасно понимаем, адвокатируют за начало войны. Пять. Последними выступили коринфяне, предоставив остальным союзникам раздражить предварительно Лакедимонян. И прибавили ко всему сказанному следующее. Ваша лояльность, лакедимоняне, в вопросах, касающихся ваших собственных государственных дел и частных отношений, делает вас слишком недоерчивыми к тому, что говорится по адресу других. Итак, коринфяне желают войны. Коринфяне хотят, чтобы спартанцы открыто объявили ее. Это значит, что они хотят, чтобы спартанцы открыто нарушили договор, который, хотя и нарушен уже де-факто, де-юре остается действующим. В этом желании, естественно, коринфяне будут преувеличивать ситуацию и преувеличивать разницу между спартанцами и афинянами. Но базово они эту разницу и сложат. Поэтому вы отличаетесь от судительности, но бываете плохо осведомлены о том, что творится в области внешней политики. Мне надо посмотреть оригинал, я это сделаю дома, но я уверен, что, естественно, первое свойство спартанцев – это умеренность. Это значит автоматически, что коринфяне мыслящие диалектически и все остальные мыслящие диалектически указывают на то, что свойство афинян – неумеренность. Правильно. Я напоминаю, что умеренность – это добродетель, а неумеренность – это порог. Почему? Потому что из четырех греческих добродетелей, а первое – это умеренность. Так, раньше мы много раз от КТ заявляли, что афиняне наносит нам обиды. Но вы не расследовали тех данных, какие мы каждый раз представляли, и скорее бы полагали, будто это говорится в видах наших собственных интересов. Вот почему мы созвали находящихся здесь союзников не до того, как грозила нам беда, а лишь теперь, когда она стряслась над нами. И нам подобает говорить преимущественно перед этими союзниками, поскольку у нас имеются самые серьезные жалобы и на афинян за их наглость по отношению к нам, и на вас, за ваше равнодушие. Ну, наглость и будет неумеренность. Вам, как неосведомленным людям, нужны были бы дополнительные сведения об этом в том случае, если бы афиняне обижали эллинов как-нибудь скрытно. Но теперь разве нужно долго распространяться, коль скоро вы видите, что одних афиняне поработили, против других, особенно против наших союзников, замышляют козни, и что они заранее, с давних пор, приготовились на случай возможной войны в будущем. Иначе они не могли бы отнять у нас к Керкиру силою и осаждать Патидею. Между тем, Патидея представляет удобнейший пункт на Пратийском побережье, а Керкира могла бы доставить Калапанессам сильнейший флот. Вина за все это падает на вас, потому что вы, прежде всего, удалили афинянам укрепить свой город после персидских войн, и потом возвести длинные стены на вас, потому что все время на настоящие поры вы лишали свободы не только порабощенных афинянами, но и даже ваших союзников. «Порабощает, скорее, не поработивший, но тот, кто, имея возможность спасти от порабощения, не делает этого, и смотрит на это сквозь пальцы, хотя и хвалится своей доблестью, как освободитель Аллады». Да, смотрите, коринфяне только походя упоминают выгоды от войны. Вот это вот, если бы вы заранее обратили внимание на наш конфликт, Керкира бы дала вам флот, и мы бы уже победили. И это все второстепенно с точки зрения коринфян по отношению к спартанцам. Что первостепенно, так это вопрос о славе спартанцев. Помните, у надежды есть две стороны. Афиняне реагируют на выгоду. Спартанцы реагируют на честь. На честь или славу. Слава спартанцев – это слава освободителей. Откуда они ее получили, вы помните? Да, битва в Тюрмопилах и... Они ходили по Греции и свергали тиранов. В этом они были освободители. В том числе и афинского тирана тоже они свергли. Но сейчас, говорят коринфяне, вас не заботит освобождение. Но проблема в том, что тот, кто отказывается освобождать, тот на самом деле поработитель. Значит, второе наше свойство, вы уже поняли, да? Это честь и выгода. В вопросах надежды. И теперь мы с Тудом сошлись на собрании и все еще с неясной целью. Ведь следовало бы рассуждать не о том, обижены ли мы, а о том, каким образом защитить нас от обиды. Люди, действующие с обдуманным заранее решением против тех, которые не пришли еще ни к какому решению, подвигаются вперед, не мешкая. Да, спартанцы неорешительны. Афиняне, естественно, решительны. Неорешительны они потому, что они олигархи и им есть что терять. Нам известно, по какому пути идут афиняне и как они шаг за шагом наступают на других. Они действуют пока не так смело, потому что думают, будто вследствие вашей нечувствительности действия их незаметны. Но они крепко налягут, когда увидят, что вы на все смотрите сквозь пальцы, хотя и все знаете. Всех эллинов вы одни, лакидемоняне, сохраняете спокойствие, обороняясь от врагов не силой оружия, но медлительностью. Вы одни подавляете рост враждебной силы не в самом начале, а после того, как она станет вдвое больше. Да, неорешительность, естественно, сопровождается медлительностью. И за это, как покажет фукидит, спартанцы заплатят дорого, очень дорого в ходе войны и не раз. А решительность сопровождается скоростью. То есть афиняне не просто быстро принимают решения. Мы видели, как быстро они это делают. Они их быстро реализуют. Спартанцы не просто медленно принимают решения, но даже когда они их приняли, они их медленно реализуют. И часто это будет приводить к катастрофическим результатам. Часто вот эта медленная реализация будет означать не реализацию вообще, а полный провок. Но снова понятно почему. И коринфяне ведь правильно говорят. Вы ждете до тех пор, пока противник не усилится. Вы не действуете наперед. Почему? Потому что спартанцы прекрасно понимают, что всякое действие может привести их к провалу. Поэтому лучше подождать. Потому что есть шанс, что усиливающийся противник в ходе своего усиления придет к... К провалу. Чем... Олигархи приходят к прекрасной мысли. Чем больше ты действуешь, тем больше шанс провала. Но то же самое верное для твоего противника. То есть, вместо того, чтобы начать бить ребенка... То есть, представим спарту и афинян, как, значит, взрослого атлета, стареющего атлета и набирающего силу атлета. Что может сделать стареющий атлет, чтобы не проигрывать набирающему силу? Да просто ноги ему сломать и все. Но! Это опасно, потому что про это могут узнать и он может лишиться карьеры. Лучше подождать, потому что есть огромный шанс, что чем больше эта штука действует, этот молодой атлет тренируется и участвует в соревнованиях, тем больше шанс, что он что-то себя повредит, сломает, растянет и так далее, и так далее, и так далее. То есть, что его возвышение не достигнет своего пика, и он где-то провалится. Да. У меня есть вопрос относительно того, что мы подразумеваем этот провал. Потому что у нас... Афиняне вполне могли, поддержав Керкеля и выдвинувшись против коринфян, Афиняне вполне могли проиграть то морское сражение. Они уже его выиграли. Нет. Они имеют в виду, что до этого... Да. Да. То есть, чем больше действий ты совершаешь, тем больше шанс, что какое-то из твоих действий окажется провальным, и что твой подъем к власти окончится катастрофой. Но я имею в виду немного другое. Так, провал для афинян и провал для спартанцев, для афиняне, это разные вещи. Нет, это одна и та же вещь, поддерживая союза. Потому что Спарта и Афина – это империи. Они обе боятся... Но они действуют из разных мотивов. Да. Потому что это... Аливерову есть что терять? Будет ли? Да, да, да. Но спарта... Господи, афинянам терять нечего. Нет, афинянам... Есть афинская империя, которую мы рассматриваем как единое существо. А есть афиняне, как народ. В этом смысле афиняне, как народ, очень инициативно, очень стремительно. Из-за этого афинская империя очень инициативно и очень стремительно. Но гибель афинской империи может не сопровождаться гибелью афинского народа. Так оно и случится. Афинская империя погибнет, а афины останутся. Просто они никогда не будут такими же сильными, как и прежде. То есть, если бы мы вместо спартанцев представили бы Персию, например, и услышали бы такой же разговор, то вопрос был бы такой. Афинская империя набирает силу. Нам надо нападать на афины, чтобы предотвратить набор силы. Или надо подождать, потому что пока они будут набирать, есть шанс, что они споткнутся. Если бы мы были Персией, мы бы подождали. Афиняне бы споткнулись бы аспартанцев и закончились. С ними не надо воевать, они закончились сами. Пойдет свои кости, а кого они споткнулись. Это понятно. Но мы же приводим пример здесь только для того, чтобы вы поняли, что чем больше действует, и эта логика спартанцев, тем больше шанс на провал. На провал потерять власть. Перестать представлять угрозу. Не исчезнуть как город, а перестать угрожать спартанской империи. Ну, грубо говоря, то есть мы получать действие ведет к саморазрушению, так или иначе? Нет, не так или иначе. А есть шанс. Есть шанс. Да, и этот шанс довольно высокий. Да, но шансов и надежды олигархи не сходят из надежды. Почему? Конечно, конечно, все в этой ситуации, конечно, давайте сразу попробуем. Конечно, страх и надежда – это две стороны одной медали. То есть мы можем сказать, что спартанцы действуют не из надежды, что Афиняне провалятся, а они не действуют из страха, что они провалятся сами. Но это же подразумевает, что пока они не действуют из страха, что провалятся сами, они подразумевают, что всякое действие может вести к провалу. А значит, надеются, что Афиняне провалятся. Слишком запутанно. Если мы возвращаемся к аналогии, проще переломать ребенку ноги, чем ждать, что он сам из себя переломает. Так бы думали Афиняне, потому что имид выдвигала надежда. Нет, у вас никакого страха перед ребенком нет. Ну, в смысле нет, у вас никакой резистенциальной, но... Нет, 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 понятное дело, что страх, страх у вас не перед Афинами, а страх-то у вас перед войной. Олигархи, как и тираны, не могут выйти за границы города, потому что это закончится тем, что город захватит. Плюс мы не забываем то, что демократии эмоциональны, более эмоциональны, чем олигархи, соответственно, эмоциональные действия – это больше, чем ошибки. Да, то есть дело не только в том, что тот, кто усиливается, может провалиться. Дело в том, что это еще и афиняне, да? Я понимаю. У вас был вопрос. Да. Ну, олигархи не любят случаев. Никто, наверное, не любит случаев. Но они зависят от него больше. Так как они ждут, что кто-то с нас спал. В этом обвинение коринфян, да. Спартанцы будут бороться с афинами, как только те достигнут какого-то высокого уровня усиления. Но они ждут, что пока те этот уровень достигают, они споткнутся и упадут обратно. И все будет нормально и так. Но коринфяне не говорят, что это хорошо. Они, наоборот, говорят, что это ужасно. Потому что это, с одной стороны, ломает спартанскую честь. Потому что пока афиняне притесняют своих союзников и остальных креков, спартанцы ничего не теряют. А с другой стороны, это ужасно еще и потому, что если афиняне доберутся до этой точки, то воевать с ними будет гораздо тяжелее, чем если бы воевать с ними можно было сейчас. Но это же отражает для нас логику олигархов. Воевать всегда тяжело. Олигархия никогда не хочет воевать. Поэтому разницы между войной здесь и войной здесь нет. Они обе одинаково опасны. И как покажет сама война, спартанцы проиграют первую ее часть благодаря лютой случайности. Афиняне выиграют ее благодаря той же лютой случайности. То есть у логики спартанцев есть смысл. И этот смысл делает их в глазах Факедида умеренными. В отличие от афинян, спартанцы не давят своих союзников так сильно, не потому что не хотят, или потому что их империя менее империалистична. Нет, империализм с точки зрения Факедида – это нормально, и это в природе. А они не давят своих союзников так сильно, потому что есть связь между умеренностью и страхом. Плюс, если мы говорим о том, что Коэнфенниг противопоставляет спартанцев Афинянам, упрек в том, что спартанцы надеются на случай, это же упрек в том, что они демократы. Демократы надеются на случай, потому что он позволяет им разбогатеть. У них и ничего нет. Мы возвращаемся обратно к вопросу о том, что надежда и страх – это две стороны одной медали. То есть страх перед чем-то может в то же время означать надежду на что-то. Например, вы могли бы сказать, что Афиняне надеются распогатеть, потому что они боятся быть бедными. Вопрос только в том, какая из этих двух сторон превалирует. У спартанцев, конечно, превалирует не надежда, а страха. Конечно. А мы же можем сказать, что за счет родителей, первых, которые вам считали, что это умеренность, мы можем сказать, что спартанцы, по сути, они готовы и к исходу, что Афиняне споткнутся, и к исходу, если придется воевать. За счет своей умеренности они просто могут условно наблюдать. Наоборот, я только что вам показал, что умеренность есть результат страха. Все это все равно нехорошо. Нет, умеренность – это прекрасно. Умеренность – это добродетель. Но, как вы знаете, у города нет души. А значит, у города не может быть добродетелью именно как укорененный, как самой по себе. Да. Но город может вести себя добродетельно. И причина, по которой город это делает, заключается в страхе. То есть, это относится только к горбе, но не к человеку. Нет, если человек идет у себя умеренно из страха, то это не добродетель. Ну, то есть, если вы все время держите у чего-нибудь горного нож, чтобы этот человек, я не знаю, ходил, не переходил дорогу на красный свет, не воровал в магазине еду какую-нибудь. Чтобы не пришлось ребенку ломать ноги. Да, да, чтобы он ребенку ноги не сломал, то это никакая не добродетель. Но, опять-таки, помните, что человек, который это прочел, вообще-то говорит, что правильная позиция – это позиция держать у горла нож. Вы понимаете теперь почему? Потому что, в отличие от классиков, этот человек считает, что отдельный индивид и есть государство. То есть, что индивид ведет себя точно так же, как ведет себя государство. Поэтому у индивида не можем быть добродетели. И поэтому ему нужен нож и горлок. Вы понимаете, о чем идет речь? Я глупся. Конечно, и о ревиафане, да? Мокрое щупальцо все время у вас на плече, чтобы вы все время ощущали, да, присосочки эти. И понимали, что нельзя себя плохо вести, потому что если вы начнете себя плохо вести, все закончится плохо. Ну, это проистекает из того, что он производит, ну, как бы, в логике, что государство есть предложение природы человека. Не совсем так, что индивид и государство – это одно и то же. То есть, это сравнимая величина. Как государства ведут себя по отношению друг к другу, а вот они ведут, так и индивиды ведут. Какие у государств мотивации, такие же мотивации и у индивидов. Но для фокусида… Это не так. Не так. И для классиков это вообще не так. Никакой вопрос. Правда, о вас говорили, что вы в безопасности, но на деле оказалось, что такая молва не соответствует действительности. Так, мы сами знаем, что перцы явились окраин земли к Пелопонесу, прежде чем встретили с вашей стороны противодействие, достойное вас. Да, и тут же, конечно, надо вспомнить историю, что вы же так ведете себя не сегодня, вы так ведете себя всегда. Вы не вступили в персидские войны до тех пор, пока перцы не оказались перед порогом. И теперь вы не обращаете внимания на афинян, хотя они живут не так далеко, как перцы, но вблизи вас предпочитаете не нападать на них, а отражать их нападение. И это очень правильное сравнение. Перцы и есть афиняне. Афиняне и есть перцы. Нет разницы между креками и варварами. Нет разницы между империями. Империи ведут себя одинаково, империалистически. Афиняне такие же захватчики, как и перцы. Только они еще хуже, потому что они ближе. Вопрос. То, что мы сравним условно варварскую империю и цивилизованную империю, это можно как раз отнести к тому, что мы считаем тройную поедельную, потому что там и варвары, и цивилизация. И варвары, и цивилизация, да, конечно. То есть тут даже логика прослеживается вот этой, получается, поедельной войны. Нет, она прослеживается шире, потому что, в Кедит Позже скажут, что обе стороны начали активно привлекать варваров. Всех, причем варваров, каких только можно, а не только перцев. Здесь же коринфяне, сравниваясь, утверждая, что нет разницы между империями, мы потом увидим, так это или не так, пытаются сказать, что на самом деле нет разницы между персами и афинянами. И понятное всем дело, что персы – это, конечно, злые перседоловцы, которых надо бояться, и от которых ничего хорошего ждать не надо. Из чего надо делать вывод, что афиняне такие же, только они еще хуже, потому что они ближе. Продолжая эту логику, мы тоже выхожи империей, это уже не очень... Да, но помните, что коринфяне имеют цель, то есть они не будут продолжать эту логику. Эту логику продолжит кто-то другой. Не является ли этот аргумент коринфян плохим и одновременно очень удобным для нас, потому что она отвечает на вопрос, почему спартан не нападает? Зачем? У нее эта тактика уже сработала. Да, это хорошее замечание, да. Но спартанцы все-таки вступили в войну с Персией к тому моменту, как Персии оказались. Где? У Афин, конечно. Ну, афин и на пороге. Афин и на пороге. Афин и на пороге, да, да. Иными словами, они не должны оказаться на пороге Спарта, чтобы спарта начала... Так они и так уже на пороге. То есть сперсы дошли до антики, но афиняне уже в антике. Ну, окей, прям совсем от стен не должны стоять. А у Спарта нет стен, поэтому... Да, это аналогия не работает, потому что Спарта нет стен. А отражать их нападение и на более случая предоставили решение борьбы с противником гораздо более могущественным, нежели вы. Вы знаете также, что Персы потерпели неудачу главным образом по собственной вине. Да, и снова. Вы победили в прошлый раз не потому, что вы классно сражались, а потому, что вам повезло. Спартанцы, как мы узнаем позднее, прекрасно знают о роли случая на войне, поэтому этого им объяснять не надо. 70. Кроме того, мы считаем себя вправе повицать вас более чем кто-либо другой, особенно принимая по вниманию обстоятельства данного момента, всего важного значения которых вы, нам кажется, не сознаете. Вы, по-видимому, вовсе не приняли в расчет, что представляют собой те афиняне, с которыми предстоит вам борьба, до какой степени они во всем отличаются от вас. Афиняне любят всякие новшества, отличаются быстротой в замыслах и осуществлении распринятых решений. Вы же, напротив, стремитесь к тому, чтобы сохранить существующее, не признаете ничего нового, не исполняете на деле даже необходимого. Далее, афиняне... Ну, давайте начнем с этого. Так будет лучше. Афиняне инициативны и прогрессивны. Спартанцы, естественно, пассивны и реагрессивны. Олигархия всегда консервативна, демократия всегда прогрессивна. Далее, афиняне отваживаются на то, что превышает их силы, рискуют до безрассудства и надежда не покидает их даже в критических обстоятельствах. Да, афиняне полны надежд, а вы полны страхов. Тогда как вы делаете меньше, чем сколько позволяют ваши силы, не доверяете даже надежным расчетам и полагаете, что никогда не избавитесь от опасностей? Афиняне решительны, вы медлительны, они ходят в чужие земли, вы приросли к своему месту. Удаляясь от родины, они рассчитывают приобрести себе что-либо. Вы же опасаетесь, как бы выйдя из-за поделок в своей страны и не нанести ущерба тому, чем вы владеете. Да, вы видите, коринфяне прекрасно понимают олигархическую и демократическую приорудование. Можно вопрос? Да, коринфяне. Они все время говорят про решительность. И после какой-то перечисления пассивности. Да, да, они повторяют это усиление. Коринфи сам олигархия. То есть те обвинения, которые они подъявляют спрактанцам, это для них то же самое получается. Вы видите, что Коринфи с самого начала куда более активен. Есть разница между одной олигархией и другой. У Спарта есть империя. То есть спартанским олигархам больше терять, чем коринфским. Ага, вот он так. Конечно. Грубо говоря, возвращаемся к ресурсности, да, в данном случае. В смысле? Ну, потому что у спартанцев больше ресурсов. Ну, чем больше у вас есть, тем больше вы боитесь потерять. Тем больше ваш страх, тем медлительнее вы становитесь. И тем более умеренными. А коринфу нечего терять, поэтому он пытается... Точно терять меньше, чем спартанцам. У коринфы нет империи. Уже и флаг. Не, ну, одно сражение, это же не поделит флаг. Просто не получается ли, с одной стороны, мы бы сказали, определенное лицемерие, со стороны коринфян, потому что... Эта речь имеет свою цель. То есть, эта речь не имеет цель изложить истинную ситуацию, а имеет цель заставить спартанцев вступить в войну. Просто коринфяне до этого уже упирали на справедливость. Они упирали на справедливость в прошлый раз, потому что им больше нечего было предложить. Понял. Побеждая врагов, Афине не преследует их, возможно, дальше, а теперь поражение дает оттеснить себя, возможно, меньше. Сверх того, свою жизнь Афине не отдают за свое государство так, как будто она вовсе им не принадлежит. Напротив, духовные свои силы не берегут, как неотъемлемую собственность, чтобы служить ими государством. Афине патриотичны. Спартанцы, естественно, не патриотичны. Как можно было бы ожидать от спарты не патриотизма, но, как вы видите, с точки зрения коринфян, это так. Понятно, демократия и патриотизм связаны, бедность, некрамотность и любовь к своей стране связаны напрямую, в то время как богатство, образованность и нелюбовь к ней связаны напрямую. Можно? Здесь интересный момент получается, когда Коринф говорит, что, по сути, Афине не следует своих формов и отходит как можно меньше. Наоборот. Ну, а подходит они на меньше. А, ну, в смысле, да, отступают. Да, они не представляют тот человек, что делает спартанцы. Так это же очевидно, да? То есть, все понимают, в чем облияние. нет. Но они всегда, конечно, как бы нельзя же так открыто сказать, что спартанцы бегут, да? Но все понимают, что диалектика требует, если вы назвали одно, значит, второе, и после этого немного будут делать. Возникает вопрос, если афинине патриоты, то тогда диалектическим противоставлением патриотизма служит космополитизм? Ой, нет, космополитизма не существует. Еще нет? Нет, конечно, нет. Космополитизм появляется вместе с эллинизмом. Понятно. Ну, какой космополитизм сейчас? Просто получается, что поскольку олигархи, как утверждает Каренхене, что спартанцы к своей земле прикованы, то есть они получаются... Они же прикованы не потому, что они ее любят, а потому, что им страшно. Ну да, но получается, что их неприкованность к земле не провоцирует любовь к ней, но не провоцирует их оттуда уйти. Потому что у них империя целая есть. Им есть что терять, поэтому они не уходят. Но они не любят это, потому что они прекрасно понимают, что это является источником постоянных проблем и страха. У Атинянцева наоборот. Можно любить Родину, потому что ничего плохого, в кавычках, тебе Родина не делает. Если мы возьмем богатых людей в Афинах, богатые люди в Афинах, в отличие от бедняков, должны были нести так называемой литургии. Они должны были содержать государственные праздники, хоры, дерьеры. То есть они платили, платили налоги, налогов не было, понятное дело, они содержали государство. Поэтому у них был повод не любить это государство. Бедняков не было такого повода. Государство наоборот, за счет богатых им все это давало. Хоры, литургии, всевозможные празднества. Я напоминаю вам, что афиняне были еще круче, чем россияне. Потому что каждый второй день в Афинах был праздничным. У нас это каждый там пятый, наверное, если считать в году, да? Православный калит. Нет, официальных государственных праздников. Вчера был шашен. На День Роскорда. Даже сами вкусы. Нет, ну я имею в виду, прям с выходными, ну салютом мужа. Да, то есть у вас есть отличный повод любить государство, которое каждый второй день вас бесплатно кормит и вам что-то веселое показывает. У вас есть отличный повод не любить его, если все это делается за ваш счет и против вашей воли. А можно ли повести такую аналогию, что у коринфяне, поскольку тоже олигархия, тоже не патриотично, но у коринфян много колоний. То есть они не привязаны к своей земле, поэтому они стремятся колонизировать. Но они более активны, да. хотя олигархия, понятное дело, что спарта и афины это архетипы. И понятное дело, что в реальности все гораздо богаче, чем в архетипизации, конечно. Просто, насколько я помню, как раз даже и вы говорили, и у Факетита встречалось то, что два полиса не основывали почти колонии. Здесь спарта и афины. У спарты был торрент в этой какого, в Великой Греции, а у афинин вроде как вообще это не было. Ну, я не настолько хорошо помню, чтобы вам сказать. Нет. Ну, давайте не будем отлифтаться, лучше продолжим с колонизированными. Если замыслы им не удаются, они смотрят на это как на потерю своего достояния. Если же план их осуществился и они приобрели что-либо, достигнутая удача кажется им незначительной в сравнении с тем, что предстоит еще сделать. Да. Вы можете оставить это под разделом надежды, но меня это волнует немножко больше, чем могло бы. Надежда афинян настолько сильна, что как только они начинают надеяться, они уже думают, что это их. То есть это уже их. И одновременно она не только сильна, но и настолько неутолима, что как только она уталяется, немедленно появляется еще более далекая надежда. Еще более страшная надежда. Можно говорить вообще в какой-то степени о наивности или эта категория она получается не подходит. Нет, они не наивны. Авантюризм. Вы могли бы так сказать, да, но авантюризм, я не знаю, что стоит за этим словом. Сверхнеумеренность. Сверхнеумеренность. Ну, именно поэтому я и говорил вам, что вы можете оставить ее под разделом надежды. Мы всегда можем выпихнуть еще больше неумеренности. Да, еще больше надежды. То есть, это не просто надежда, а это никогда неутолимая надежда. Потому что есть такие люди, которые, надеясь, утоляются этими самыми надеждами. Но афиняне так не делают. И одновременно тот факт, что потеря надежды на самом деле означает потерю имущества в голове афинян, делает афинян еще более агрессивными. Потому что, как только они понадеялись, это уже означает, что то, на что они надеются, уже им принадлежит. И потому, если это не достигается, это значит, что вы не реализовали надежду, а кто-то отнял у вас вашу собственность. Что, естественно, маркирует возможность начала действий против этого вора, против этого грабителя. Делает это справедливо. Делает это оправданным, да. То есть, это совершенно нормальная ситуация. Можно назвать это жадостью? Я бы так не сказал, потому что решающее здесь не обладание, а надежда. То есть, жадность ведь это отказ делиться. Но здесь проделешь, что дело не идет. Ну, вы не просто отказываетесь делиться, вы отказываетесь делиться с хозяином, который вы отказываетесь делиться ниже. Вы же считаете, что то, что если вы вам принадлежит. Да, как только вы об этом понадеялись. Но это, понятное дело, не жадность, потому что у одной вещи не может быть двух хозяев. То есть, языком налогии, условно говоря, афинь не надеется, что они на обеденном перерыве съедят йогурт в холодильнике, в офисе. Да, если это ест кто-то другой, то это означает, что кто-то съел их йогурт. А это конституирует правонарушение. А спартанцы тогда просто пожмут плечами, если йогурт, который не надеется, а они не надеются на йогурт. Да, а спартанцы не просто не надеются, то они даже не хотят надеяться ни на что, потому что надежда это первый шаг к праву. То есть, они пессимисты? Ну, по большому счету, конечно, но это потому, что у них уже есть. То есть, если йогурт ваш, надеяться на йогурт бессмысленно. Он просто надеется, что вы не придут какие-то афиняне. Афиняне, да, вот на это и напирают калимфяне, что вы как бы, вам только кажется, что у вас империя, власть и дела, афиняне уже подумали, что это все их. Только если положить это с йогуртом, то здесь забавное сравнение с тем, что кто раньше стал, то есть, кто раньше начал войну, того йогурт. Ну, кто активнее ее будет вести, да, но проблема в том, что мы возвращаемся обратно к случаю. Инициативность, активность, решительность, она не побеждает случай. Чем больше действий вы предпринимаете, тем выше шанс, что какой-то из них окажется провальным. Ну да, чисто даже по целой линии. Ну, очевидно, да. Но с тем же самым успехом можно оборваться в период. Но чем больше действий вы предпринимаете, тем больше, если что окажется успешным. Ну вот видите, страх и надежда это две стороны на этом медалях. И я не думаю, что чем больше действий не будет предпринимать, то спартанцы умнее, они умереннее, они понимают, что не надо торопиться, не надо ничего делать с энергией, потому что это заканчивается плохо. Да, 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 да. Вот, вот, поживешь, иди сюда. Да. Нет, он уже ваш, все с ним нахламлено. Не значит ли это то, что надежда порождает большую волю? У греков нет слова воля. Ну, То есть, вообще нет. Просто нет. Больше желаний. Надежда говорит о том, что, ну, как получается, что все, я имею на все право. Так или иначе. Нет, надежда не значится. Страны надежды неутолимой афинской. Я имею на все право, то есть, когда я достиг одного, я хочу другого. Я имею на все право. Это принцип империализма. Все имеют на все право. То есть, Фукидид не осуждает империи за то, что они пытаются совершенствоваться. Это нормально совершено, потому что это отвечает человеческой природе. Что Фукидид говорит нам, так это в сравнении с Патриофином. Он пытается указать, какая из двух типов имперских политик, более правильная, эффективная или ведущая к лучшему результату. Вы сразу можете сказать мне, что, естественно, Фукидид на стороне умеренности. Не только потому, что он политический философ, но еще и потому, что эта война закончилась тотальным разгромом и гибелью Афина. Помимо того, что Фукидид симпатизирует к умеренности, что понятно из того, что он политический философ и из самой истории, он прямым текстом скажет нам в самом конце, что после того, как демократия Афина погибла, там установился режим 500 или 400. Смотрите. А затем установился режим 5000. И Фукидид говорит, это был лучший режим при моей жизни, потому что он был умеренным. умеренным. Возникает два вопроса. Первый насчет того, что мы говорили о том, что Фукидид, он выступает против традиции. То есть традиция сложенная поэтами, традиция сложенная народом, Да, да, да. Но ведь умеренность это традиционное для прадедель. выступление против традиции означает не то, что Фукидид отбрасывает ее, а то, что Фукидид ее экзаминирует. Наконец-то с помощью разума можно взять все части традиции и посмотреть на них. И очевидно, что умеренность остается и как часть традиции, и как то, что утверждается в разуме. Тогда второй вопрос. Вы сказали, что империализм это нормально, потому что это свойственно природе человека. Потому что это отражает природу человека. Но возникает вопрос. Я задал вопрос на счет природы государства и природы человека. Это же разные явления у Фукидида. Империализм относится к природе государства или к природе человека? Смотрите, мы до этого говорили про Гоббса. Гоббс берет государство и поднимает индивиды на его уровень. Мы бы могли сказать про Фукидида прямо обратно. Что Фукидид берет человека и опускает государство на его уровень. Все, что делает государство, все те оправдания, которые оно предлагает своим действиям, они на самом деле находятся внутри человеческой природы. Но при этом природа государства не связана с природой человека. То есть не проистекает из нее как... Напрямую? Нет, наверное, все-таки нет. Потому что главная цель государства это какая? Вашей? Подавление природы. Подавление природы человека. Поэтому вы не можете сказать, что подавление природы выходит прямо из природы. Просто возникает вопрос тогда, если государство, империя, империализм на них нормальный. И для человеческой природы империализм нормальный. Смотрите, не всякое государство империя. Империя только... Их немного, их по пальцу можно пересчитать. Их три, а возможно четвертое в этой ситуации. И в этом смысле не всякое государство способно отражать или отражает, или исторически отражает некоторые свойства человеческой природы. А в этой логике можете сказать, что империями становятся те государства, которые поближаются против человека? Не торопитесь, мы узнаем, какие государства становятся империями и почему. Это великий вопрос. Какое? То есть смотрите, снова немножко вернемся к Гобсу. Все государства равны. Вопрос действительно возникает о том, на каком праве какие-то из государств начинают подчинять другие государства. На каком праве какие-то из государств становятся империями и почему их империализм должен быть признан как правовой, существующий по праву и нормальный. Это тяжелейший вопрос, потому что он поможет нам в случае Гобса он прямо скажет как тогда люди сосуществуют между собой. Потому что точно так же как сосуществует между собой государство должны сосуществовать индивиды. Гобс скажет все просто, государство существует в естественном состоянии, война всех против всех. Из этого делается вывод, что индивиды существуют в таком же состоянии, война всех против всех. Из чего делается более важный вывод, что единственное свойство отдельного индивида, важнейшее свойство отдельного индивида это его мужество, способность преодолеть страх и убить соседа. То есть, хорошее государство, это государство, которое, давайте, современным языком, заходит в хату, да, и, как бы говорит, всем здравствуйте. И все, значит, начинают кланяться. Так должен вести себя нормальный индивид. Говорит Гоббс. С фукеидом все, конечно же, умнее и сложнее. Хорошо, давайте, давайте, будем двигаться дальше. Если в каком-либо предприятии Афине не ошибутся, они взамен того питают новые надежды и тем восполняют то, чего им не достает. Да, здесь мы можем добавить, я не помню, мы добавляли уже или нет. Да, здесь пессимизм, а здесь оптимизм. Так как надежда сильна в афинянах, то как только одна надежда теряется, немедленно возникает другая. То есть, афиняне не унывают. Так как страх в себе он в спартанцах, как только надежда теряется, она новой не возникает. Наоборот, страх только усиливается. Получается, реалисты только калинфяне и келькеряне, типа, выгода здесь и выгода там. Нет, только здесь афиняне. Афиняне же тоже среагировали на выгоду и спартанцы тоже реагируют на честь. Деды воевали, а вы за чего, да? Да, но у этой мотивации гораздо более сложная подоплека, чем кажется на первый взгляд. Но получается, вопрос Владимир, а калинфяне и келькеряне ситуативные реалисты. Они реалисты, потому что им жить хочется. Нет, а спартанцам и афинянам еще не хочется, что ли? Им хочется жить хорошо. Но одни оптимисты, другие пессимисты. Да, но опять же мы говорим об экстренумах, мы говорим о полюсах, мы говорим об архетипах. Соответственно, и Спарта, и Каринф, и Геркира тоже при детальном рассмотрении могли бы вписаться в одну из этих схем так или иначе. В конце концов, ведь калинфяне начинают войну не потому, что в эпидамне какой-то там флот есть, в эпидамне нет ничего, а потому, что эпидамняне это их колонисты, да? И Бог сказал, что надо помочь. В то время как келькеряне уверены, что если они вступят в союз с афинянами, то это будет выгодный союз. Хорошо. Обладание и надежда на то, что они замышляют, сливаются в одно целое только у афинян, благодаря той быстроте, с какой они стремятся существовать в свои решения. Так непрестанно всю жизнь трудятся они с напряжением сил и среди опасностей. На личными благами наслаждаются они очень мало, будучи постоянно занятыми стремлением к приобретению. Не для них другого праздника, как выполнить то, что требуется обстоятельствами. Напротив, на праздный покойник смотрит так же, как на утомление без отдыха. Смотрите, спартанцы недонисты, а афиняне прагматики. Они прагматики не потому, что они испытали на себе великую силу философии и прагматизма, а потому что надежда все время их подстегивает. Им некогда, они не могут остановиться и некогда отдыхать. Это и делает их такими агрессивными. В то время как спартанцы, имеющие то, что они имеют, желают только в этом находиться. Желают отдыхать от трудов. И в этом смысле они не только испытывают страх, не только страх делает их пассивными, но и их повседневность делает их пассивными. Гедонизм не противоречит меренности. В данном случае под гедонизмом понимается, конечно, не утопание в неге, не эпикурейский гедонизм, а тот факт, что спартанцы желают наслаждаться тем, что есть. И это, кстати, вполне себе может быть проявлением умеренности, потому что вы наслаждаетесь тем, что у вас есть, а не тем, что вы хотите заполучить. То есть вы не хотите еще больше. У вас и так нормально. Но получается, что в каком-то плане афиней несколько аскеты, то можно точнее, что они... Да, но они аскеты не по собственному решению, а потому, что надежда стягает их бесконечно. То есть они такие американцы, да? То есть американцы времен 20-х, 30-х лихорадки. Да, вот ты заработал 100 тысяч долларов, ты заработай миллион. Заработал миллион, заработай 100. Заработал 100, сделай свою нефтяную корпорацию, которая будет монополистом, да? Сделал, ой, государство выступило против тебя. Ну тогда поехали в Панаму, там делают собственный марионеточный режим, который там позволит тебе эту самую нефтяную монополию сохранить. И так далее, и так далее, и так далее, пока ты не умрешь. У тебя просто нет возможности лечь, полежать на собственном дорогом доме. Ну или хотите современный, например, условный Иван Маск, да? Который говорит, Марс, 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 да? А вот свой дом я продам, значит, от каких-то лакшель вещей я откажусь, да? В отпуске я не ездил никогда в своей жизни, потому что некогда. Хотя все деньги мира у меня есть, и так далее, и так далее, и так далее. Вот это два сравнения такого простого и понятного духа. Ничего хорошего в этом нет. Это ужасная штука, но она позволяет афинянам. Естественно, она проистекает из бедности. Понятное дело, что у богатого человека все-таки есть какие-то потуги к тому, чтобы сесть отдохнуть. У бедняка нет, потому что ему негде отдыхать. Да, и поэтому он все время хочет, 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 хочет. А можно ли сказать, что получается природа афинян, как разница, более империалистичная, нежели спартанцы? Конечно, поэтому и разница между двумя империями, с которыми мы начали. Спартанская империя – это умеренная империя. Значит, империя афинян более имперская? Более имперская? Нет. Лучше сказать просто неумеренная. Потому что и то, и то империя. В смысле, есть ядро и есть пилифиния, которая ядро давит. Нельзя быть более или менее империей. Но можно быть более умеленной или более агрессивной империей. И, конечно, вопрос встает, какая из двух империй лучше. Просто возникает вопрос, что если у нас потом будет раскрываться вопрос, какие государства могут становиться империями, значит, тогда, в основном, какой путь к ним ведет? Нет, 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 это путь, который ведет к империи. Путь, который ведет к империям, всегда одинаков. Это путь самой империи. И, как вы видите, это два разных пути. И один из них, как вы знаете, полная катастрофа. Поэтому, если бы кто-нибудь, желая кратко охарактеризовать Афиниан, сказал, что они рождены для того, чтобы самим не иметь покоя и другим его не давать, он был бы прав. И вот, лагедемоняне, когда такое-то государство смотрит, стоит против вас, вы все медлите и думаете, что продолжительное спокойствие является уделом не тех людей, которые своими вооружениями не попирают права, но в то же время выказывают явную решимость не допускать нарушения права по отношению к себе. Вы же считаете справедливым не причинять горе остальным и даже защищаясь, не вредить никому. Вы могли бы осуществить это и то едва ли. В том случае, если бы вы жили по соседству с таким же государством, как и ваше. Да. Спартанцы не могут сохранить свой курс на умеренность. Не потому, что это плохой курс, а потому, что у них нет выбора. Так как афиняне, именно потому, что они неумерные, неумерные, естественно, не остановятся на том, чтобы подчинить себе всех, кто еще не стал союзником спартанцев. Они обязательно начнут нападать на Спарту. И начнут нападать на нее, естественно, с кого? С них сами. С союзников. И этот союзник, естественно, бедные коринфяне, которые говорят, на нас уже напали. Чего вы сидите-то? Все закончится для вас плохо, если вы не вмешаетесь в войну. То есть, и афиняне в своем праве расширять империю. Нет ничего плохого в империализме. И спартанцы в своем праве остановить расширение Афинской империи, потому что речь идет об их существовании. О существовании Спартанской империи. То есть, обе стороны имеют право начать войну. Обе стороны оправданы в том, что они делают. По той причине, что, грубо говоря, вторая сторона может угрожать их существованию и в плане природы. Да? Ну, так уже угрожают. Спарту не угрожают. Нет, 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 нет. Афину угрожают. Афину, да. А Спарту не угрожают. Спарту никого не угрожают. Но Афина в своем праве, потому что империализм – это совершенно нормальная идея. Но Афина уверена, что война неизбежна, и Спарта определенно нападет. Все уверены, что война неизбежна, да? Кроме Афинян и спартанцев. Все уверены, потому что все, как коринфяне показывают, знают, чем афиняне отличаются от спартанцев. Война неизбежна не потому, что спартанцы боятся. Война неизбежна, потому что афиняне не могут остановиться. Но при создавшихся отношениях ваш образ действия по сравнению с афинским, как мы только что показали, устарел. Между тем, в политике, как и в искусстве, вообще всегда делают перевес к новшеству. Да, коринфяне, как и Перихол в будущем, заявляют, что они верят в прогресс. Вот здесь мы писали, что, значит, прогрессисты, где-то здесь было, да, вот здесь прогрессисты, а здесь альтрограммы. И, соответственно, коринфяне верят, что победа всегда на стороне прогрессистов. Победа не просто в принципе, а победа в войне, потому что они верят, что война питается прогрессом. И, естественно, как вы понимаете, почему они верят в это? Не потому ли, что только что проиграли морское сражение, которое велось по старому образцу? Не потому ли они думают, что афиняне победили? Потому что они опытнее, в смысле смогли продвинуть свое морское дело дальше, чем коринфяне, и поэтому победили. Сложно сказать, однако они уверены, что только прогресс может позволить победить в войне. Пока государства покоены, лучше установление те, которые остаются неизменными. Но когда необходимость вынуждает людей ко многим непредприятиям, тогда требуются и многие усовершенствования. Естественно, прогресс означает не только технический прогресс, но и политический прогресс. И вы понимаете, как Спарта реагирует на всякое требование политического прогресса. Законы Ликурга не могут быть изменены. Спарта – единственный строй в мире, который на протяжении 400 лет оставался неизменным, который не упал под ударами олигархи, ну, тирании или демократии. Поэтому просить от спартанцев, заявлять спартанцев, что единственный способ победы – это изменения. Это значит говорить, что спартанцы в любом случае войну проиграют, потому что Спарта перестанет существовать в ходе этих изменений. Я напоминаю вам, что эти изменения произойдут в истории Фокидидра. Но они произойдут и дальше. Вы все знаете, что Пелопонесская война – это конечная остановка не только для Афин, но и для спартанцев. Спарта погибнет в результате своей победы. Точно так же, как Афина погибнет в результате своего поражения. А Канельфяний говорит об этом, потому что они провоцируют спартанцы, потому что они ощущают то, что… Нет, 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 все цели этой вещи спровоцируют спартанцев. Естественно. Давайте посмотрим, что же предлагает Канельфяне. Александр Николаевич, извините, я еще момент вспомнил. Вы же в прошлый раз говорили про изменения закона Флипурга. Так я же об этом только что и сказал. Эта война неизбежно приведет к изменениям закона Флипурга. Да, да. Но это означает, что спартанский строй начнет гибнуть. В ходе этой войны. Для спартанцев, конечно. И мы же знаем из истории шире, что победа в войне приведет к гибели Спарта. То есть, к победе с правилами вы погибли. Да, коринфяне говорят, что вы исчезнете, если вы останетесь пассивными. Афиняне победят. Если вы станете активными, вы… А вот это уже подразумевается. Но у вас нет выхода, кроме как стать активными. Но если стать активными, вы, естественно, потеряете. И это величайшая дилемма для Спарты. И величайшая проблема Спарты. Как воевать настолько активно, чтобы побеждать, но не настолько активно, чтобы меняться? Именно поэтому, когда у спартанцев появится первый неспартанский полководец. Неспартанский не в смысле, что он не происходит из Спарты, да, что он не спартеатр. А в смысле, что он думает и ведет себя, как не спартеатр. Все спартанцы будут смотреть на него косо и только радоваться, когда он, наконец, умрет. Потому что этот человек будет знаком великих изменений. Если коринфяне подразумевают то, что спартанцам придется практически погибнуть в новой классическом варианте, чтобы победить… Но им придется измениться, да. А почему коринфяне просто не могут договориться с афинами и перейти на их сторону? Потому что они знают, что спартанская империя гораздо более демократическая империя, чем афинская империя. Они знают… А потому что достаточно, чтобы у союзников была олигархия, а демократы и доники, а первые. Да. Они знают, что присоединение к афинам означает бесконечную войну. Потому что афиняне никогда не остановятся. В то время как союз спартии означает периоды мира. Их, как олигархов, естественно, устремляют. Которые упрекают, между прочим. Да. Они понимают, что мир, периоды мира – это круто, но вечный мир – это нехорошо. Упрек и к спартии они не относятся в целом, а только к этому конкретному моменту. Если бы не было афинской империи, какие бы были к ней упреки? Вот почему афинская политика, как основанная на большем опыте, гораздо более носит характер новизны, чем политика ваша. Чем больше люди действуют, тем больше опыта получают, тем больше опыта получают, тем больше изменений в свои действия вносят. Афиняне, выражаясь современным языком, качаются быстрее, чем спартанцы. Итак, медлительность ваша не должна идти дальше. Теперь же, как вы обещали, быстрое вторжение в Батику, вы помогите прочим эллинам и потидеянам, чтобы не отдавать друзей и сородичей ваших на производстве лейших врагов. Остановитесь, это уже провал, потому что каким вторжением, говорят коринфяне, должны спартанцы воспользоваться? Быстрым. Быстрым. Они только что писали, что быстрых действий спартанцев быть не может. То есть этого не будет. То есть они говорят, что спартанцы дали незаедомо невыполнимые обещания. Они набрали. Нет. Конечно, спартанцы дали обещания, но их пассивность не дала его выполнить. Не даст его выполнить в будущем. Да, конечно. Но будет не много раз происходить одна и та же ситуация. Какой-то город осаждается афинянами. Он бежит к спартанцу. Он говорит, помогите, пожалуйста, пришлите кого-нибудь. Спартанцы такие, ну блин, да, надо кого-то прислать. Сейчас снарядим флот, подождем до весны. Все. К тому моменту, или еще более страшно. Мы, конечно, флот поспали. Пока он плывет, там что-то вести доходит, что что-то там в этой осаде уже идет не так. И спартанцы такие, ну давайте мы постоим немного вот здесь в гармонии. Подождем, какие, может, хорошие вести придут. Хорошие вести не придут. Коринфяне одновременно и понимают проблему, и не понимают ее. Потому что они предлагают решение, которое заведомо неисполнимо. Быстрым вторжением в ваттику у медлительных спартанцев никогда ничего не будет решаться. Но, получается, это Коринфяне говорит о том, что это вторжение должно быть быстро. Да, конечно. Или спартанцы говорят, что мы быстро вторгнемся. Не-не-не, это Коринфяне говорят. Хватит медлить, вы обещали вторжению. Вот давайте сейчас его устроим, и все будет хорошо. Итак, Коринфяне описали спартанцев и афинян. Но слово не дело. Они могли, и они преувеличили. Поэтому Фукидиду нужно показать, действительно ли это описание подходит от реальность. И для этого, ему повторюсь, нужно не слово, а дело. И дело находится. Пожалуйста. Вот что сказали Коринфяне. Ну, примерно это. Ну да. Случилось так, что по другим делам в Лагидемоне еще раньше находилось афинское посольство. Узнав об этих речах, оно решило выступить перед лагидемонянами вовсе не с целью защищаться от тех обвинений, которые возводили на Афине государство, но чтобы вообще показать лагидемонянам, что им не следует принимать поспешного решения, а поглубже вникнуть в положение дел. Вместе с тем, афинские послы желали дать понять, как великое могущество их государства. Старшим напомнить о том, что им было известно, а младшим поведать, чего они не знали. Таким образом, послы рассчитывали своими речами склонить лагидемонян скорее к сохранению мира, нежели к войне. Итак, здесь много надо разбирать, я постараюсь сделать это быстро. В Спарте оказываются афинские послы, но по другим делам, то есть неуполномоченные выступать здесь послы. И что они делают? Это что? Это инженер. Это инициативность. Инициативность. Афиняне немедленно делом доказывают, что коринфяне правы. Они увидели шанс и немедленно вступились. Схватились за него. И второе. Фукидит прямо говорит нам цель их речи, чтобы показать лагидемонянам, что им не следует принимать поспешного решения, эта цель. И задача, живая дать им понять. То есть афиняне тоже знают, что спартанцы медлительны. Поэтому надо упирать на то, чтобы они еще немного подумали, да? Еще немного помедлили. И второе. Задача. Они должны будут описать, сколь велико могущество их государства. Вы должны подумать, почему надо ли начинать войну, потому что мы суперсильны. Вопрос сейчас перед тем, как мы остановимся, следующий. Если бы современные послы хотели описать, что их государство сильно, что бы они описывали, о чем бы они говорили? Об армии. Об армии. Правильно. О ракетах, о боеголовках, о танках, об экономике, может быть, да? О количестве населения, о чем-то таком. Афинские послы не будут говорить об этом вообще. Настолько, что говорящий вслед за ними царь Ахюдам вынужден будет пояснить спартанцам, о чем говорили Афине. Потому что он начнет говорить о том, сколько у спартанцев, сколько у Афинян оружия, людей, союзников и так далее, и так далее, и так далее. Афиняне ни слова об этом не скажут. А зачем я сказал? Скоро сами все увидят. Нет, нет, нет. Надо же, чтобы не скоро, да? То есть вы рассказываете к тому, чтобы напугать, сказать, ну подумайте еще, не надо торопиться. Хорошо. Если у вас нет вопросов, давайте на этом пока что остановимся. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...